переходим к фунту смотрите тоже очень интересная картина опять-таки как в учебнике во первых напомню что у нас происходило помните как цена все ниже и ниже опускалась пришла к этой средней мы здесь сказали о том что да супер агрессивные трейдеры заходят вот здесь непосредственно как цена пробивает среднюю но дальше мы сказали что естественно не все в таком стиле торгуют и нужно выжидать некое коррекционное движение но хотя бы минимальное чтобы заходить в шорт единственным таким движением здесь было вот это вот мы отметили это движение дальше цена замедлилась и мы отметили с вами поддержку вот здесь у нас появился вот такой уровень мы сказали о том что это не наклонная поддержка да это скорее вот такой горизонтальный уровень тем не менее он есть и опять-таки вот обратите внимание такие картины они просто идеальны с точки зрения научения то есть когда вот это происходит мне очень себя приятно видит такую картину и отметить ее вместе вот именно с учениками то есть смотрите что происходит у нас есть минимумы раз два три вот я их отметил желтым и дальше когда цена пробивает этот уровень она как в учебнике в классических учебниках по тех анализу до возвращается к этой линии три раза то есть сначала и уровень был поддержкой теперь он стал сопротивлением ну и фактически здесь не такая коррекция вот про которую я обычно вам рассказывал то есть точки зрения вот именно наклонный да вот такого здесь движения нету чтобы мы могли зайти именно на пробой такой вот восходящей линии тренды да но здесь зато есть отличный горизонтальный уровень то есть возможно но даже я так сказал что скорее всего трейдер который знакомы с тех анализом просто не может пройти мимо и не заметить этот уровень очень четко видите поддержка дальше сопротивление и здесь вот если вы не заходили на пробой непосредственно вот здесь то вот тут уже появляются еще дополнительные сигналы то есть вот здесь у нас происходит отскок от этой уровне от этого уровня вот здесь ну и третий раз уже вот здесь непосредственно вот такое движение то есть эти тоже уровень отмечайте видите они появляются ну не всегда и не так часто но они появляются и вот эти вещи просто нужно для себя отмечать потому что здесь получается очень хорошее соотношение риск прибыль вот представьте если вы смотрите на рынок вот у вас три раза цена сюда оттолкнулась за потом пробила вот здесь первый раз второй раз и третий раз на отскакивает общем то вот третий раз зайти это как правило для трейдера но фактически такой самый важный ответственный момент даже если даже если вы читали вот помните да книжечку по тех анализу мерфи это цифра 3 она ну для трейдера некий такой в кавычках магический смысл имеет то есть первый раз трейдеры видят картину второй раз они подтверждают эту картину а третий раз они действуют и вот здесь вы только увидели ага цена пришла к уровню потом второе касание ага цена подтвердила этот уровень пусть во второй раз вы не заходите вы не такой агрессивный трейдер да вы думаете ладненько подожду еще то третий раз она уже подошла отскакивает тут уже получается после подтверждения 2 3 1 но вот даже самые консервантивные трейдеры здесь заходят в шорт но опять-таки соотношение риск прибыль смотрите какое получается что вы здесь если мы насколько где-то заходим но объективно вот уровень цен вот этот что вряд ли вы сразу прям зайдете вы подождете развития событий это вот этот уровень цен и у нас получается стоп лосс там порядка 170 пунктов а потенциал прибыли в этой сделке она давал нам тысячу то есть это просто великолепное соотношение а